Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Дар Джуны. О ней говорили много и разное. Теперь все больше помалкивают. Так, быть может, самое время поговорить о феномене Джуны. В девяностые годы прошлого столетия не было, пожалуй, в нашей стране человека, который бы не слыхивал, не знал бы имя Евгении Давидашвили или попросту Джуны. Прежде всего, так получилось потому, что, как говорят, она смогла облегчить страдания престарелого генсека Брежнева. И это вмиг сделало ее популярной сначала среди столь же престарелых соратников Леонида Ильича по Политбюро, а затем и во всей стране. Тому, впрочем, в немалой степени способствовала и броская личность самой Джуны. Представительница древнейшего народа, ассирийцев или ассоров, атуранов, общая численность которого колеблется в пределах миллиона, она обладала броской, запоминающейся восточной внешностью, что тоже немало способствовало ее популярности. Сама о себе она рассказывала так. «Я из глубокой провинции, из станицы ассирийской на Кубани. Всего четыре десятка домиков. Она, эта деревенька, мне дороже всего на свете. Я и теперь там часто бываю». Деревня всегда верила в колдунов, ведьм домовых. К числу ведьм относит себя и Джуна. Слово «ведьма» происходит от «ведать», «знать», — поясняет она. «Связь свою с прошлым. Я ощущала и через прабабушку, которая прожила сто с лишним лет. Сквозь дымку памяти встает передо мной моя прабабушка. Вот она делает какие-то движения руками, гладит, что-то шепчет, а вот берет в руки веточку и делает этой веточкой круговые движения над больным и опять что-то шепчет». Эти яркие картины врезались в память маленькой девочки. В детстве играя, она пыталась повторять бабушкины движения, нашептывая или напивая что-то свое, рождающееся в ее воображении. Так постепенно она стала перенимать и некоторые бабушкины секреты врачевания. Ну а та помогала односельчанам, чем могла. Лечила травами, убирала грыжу, снимала порчу, заговаривала иные болячки. Мама, по воспоминаниям Джуны, такими способностями не обладала. Она была лишь прекрасной поварихой. А вот ее отец, Юваш Сардис, который еще в довоенные годы приехал в Советский Союз из Ирана, здесь женился и осел на всю оставшуюся жизнь, работая в колхозе. Как говорит Джуна, иногда он мог предсказывать будущее. Однажды, когда он сидел за столом с друзьями, которые были старше его, отец неожиданно сказал, причем сказал серьезно и печально, что ему предстоит умереть раньше, чем им. Друзья отцу не поверили, но так оно и случилось. — Отец понимал меня как никто, — продолжает Джуна, — когда я узнала, что в селе пошли разговоры, будто я шидда, то есть ведьма. Я сказал отцу, что убегу из дома, но он успокоил меня. Помню, наступила ночь, и отец начал рассказывать мне о звездном небе. Вот тогда-то, под крупными и яркими ночными звездами, впервые возникло у меня ощущение, что я живу одновременно на Земле и на тысячах других планет, и никак не могу собрать себя воедино. Как известно, право на лечение в нашей стране, как и во многих других государствах, имеют только дипломированные врачи. Джуна закончила факультет здравоохранения Народного университета в Тбилиси. Получила диплом медсестры, но диплома врача у нее нет. Как же она стала лечить? На каком основании? А она не лечит, как врач. Она — профессиональная массажистка. Пальцы у нее необыкновенные, длинные, гибкие, сильные, исключительно пластичные, поразительно красивые. Но что же это за загадочная спасительная энергия, которая исходит из ее руки, и само существование которой многими учеными до сих пор ставится под сомнение? Рядом ученых — Гурвичем, Казначеевым, Гуляевым, Годиком — установлено наличие энергетических полей вокруг живых организмов самого различного развития. В составе этих полей обнаружены практически все известные науки формы энергии. В 82-85 годах Джуна сотни раз демонстрировала дистанционное воздействие, бесконтактный массаж, нагрев на расстоянии, во время которого за считанные минуты ее ладонь разогревала кожу испытуемых на несколько градусов. Гипноз при этом исключался. Примерно в то же время проводились и другие эксперименты с участием Джуны. Дело в том, что способность Джуны к бесконтактному массажу каким-то образом связана и с другой, еще более загадочной возможностью человека — воспринимать на расстоянии информацию без обычных средств связи, то есть с телепатией, а также с предсказанием будущего. Такой эксперимент провела группа американских ученых при содействии ученых отдела теоретических проблем Академии наук СССР. О ходе этого эксперимента рассказал на страницах Московской правды 23 июля 1989 года «Лев Колодный». Руководитель группы биофизик Рассел Тарк попросил Джуну описать местность в одном из городов США, куда спустя шесть часов после начала опыта должна была отправиться некто Кейт Харари, американка, приглашенная участвовать в этом испытании. В момент визита на Арбат она спала на другом конце земного шара и не знала, куда ей предстоит отправиться утром. Такое фантастическое предложение физиков вызвало поначалу со стороны Джуны бурный протест. В тот вечер она не собиралась напрягаться, вернувшись с работы из института радиотехники и электроники, намеревалась по-праздничному принять американцев, давно знакомых с нею, за обеденным столом. Только после долгих уговоров Джуна дала согласие попробовать себя в новом качестве. Джуне следовало увидеть, куда направляется незнакомая ей американка в Сан-Франциско после того, как опыт на Арбате закончится, а сама Джуна отойдет ко сну. Вместе с американской видеокамерой работала советская. Московские физики проявили серьезный интерес к столь на первый взгляд сомнительной затее и, что радовало, взялись за дело физики-теоретики, стремящиеся объяснить поразительное явление человеческой психики. В тот момент, когда опыт начался, Кейт спала у себя дома и не знала, куда ей предстоит отправиться. Точно также знать об этом не мог никто из тех, кто находился в Москве на Арбате. Американцы привезли с собой из-за океана шесть запечатанных и пронумерованных конвертов с открытками, изображающими шесть разных видов Сан-Франциско. Точно такие же шесть конвертов с вложенными в них открытками имела Кейт. Проснувшись при свидетелях, она с помощью, как называют это устройство, применяемое в лотереях генератора случайных цифр, выбрала цифру под номером четыре. Затем вскрыла конверт под номером четыре, а в нем оказалась открытка с видом улицы Пьер 39. По этому адресу находится карусель. Вот сюда, к карусели, и пришла Кейт спустя шесть часов после того, как Джуна закончила свое нелегкое дело и отобедала с гостями. Позвонив ночью в США, американцы узнали, что Кейт побывала на улице Пьер 39. Вскрыв конверт, они увидели открытку с каруселью. Кроме нее, расположенные на переднем плане, видны строения исторической части города с башней, крышами домов, образующих плотную застройку. Что же увидела Джуна? Вот ее слова. Небольшая площадка с чем-то круглым в центре, дорожки направлены в сторону от площади и соединены с ней. Небольшие дома с остроконечными крышами, похожие на исторический памятник или пригород, здания, похоже, соединенные между собой. Наверху я вижу зеленый круг со светящимся щитом около него. Хотя слово «карусель» не названо, несколько определений данных Джуны в какой-то степени соответствует изображению на открытке, в частности, карусели, круглые в центре, зеленый круг со светящимся щитом. Восторг американцев вызвали, однако, не эти процитированные фразы, описывающие картину в целом, а конкретные детали образа, увиденного ею. Одну из этих деталей Джуна определила такими словами. «Глаз животного в профиль и остроконечные уши. Вторая деталь такая, я вижу белую кушетку или диван». Вот они-то, как считают американцы, относятся напрямую к карусели, поскольку на этом аттракционе была фигура лошади с большим глазом и торчащими высокими ушами. Этот глаз Джуна не только назвала, но и зарисовала вместе с остроконечными ушами. «Была на карусели и белая кушетка или диван». Американцы свой отчет статью напечатали в одном из журналов, посвященных парапсихологии, психобиофизике, в 1984 году. А недавно, уже после наступления нынешнего экономического кризиса, ясновидящая попыталась сделать очередное предсказание. Скоро люди забудут о кризисе. Кризис у олигархов, а у простых людей жизнь продолжается. Никаких крупных катаклизмов в ближайшие годы я не вижу. Впереди только свет. Люди стали умнее, осознают, что лучше России нигде не будет. В России хорошо было, есть и будет. Россия будет свести, и все равно мы обойдем весь мир. Все права защищены.